Достаток. Управляй деньгами, чтобы они не управляли тобой. Авторы Радислав Гондопас, Эдвард Дубинский. Люди, убежденные в невозможности своего благополучия, сделают все, чтобы оправдать пассивное бездействие. Доводы могут быть разные. Неблагоприятные условия, маленький доход, риски. Те, кто верит в успех, предпочитают планировать, рассчитывать, анализировать, иными словами, двигаться к благосостоянию сознанием дела. А как вы относитесь к деньгам? Что вы с ними делаете? Как и на что тратите? Вы тоже считаете, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное? В книге-аудиосаммере, который вы слушаете, Радислав Гондопас и Эдвард Дубинский размышляют о деньгах и счастье. Авторы предлагают задуматься о своем отношении к богатству и осознать, что убеждения влияют на наши финансовые стратегии и результаты намного больше, чем можно себе представить. Эта саммери будет интересна всем, кто принял решение управлять своими деньгами и стремится понять, в какой системе координат он оказался. Вы познакомитесь с основами культуры инвестирования и управления семейным бюджетом. Узнаете конкретные шаги для накопления капитала и достижения финансовых целей. Вам пригодятся просто изложенные правила и принципы обращения с деньгами, снабженные практическими рекомендациями и примерами расчетов. Правила игры Он представляет собой сочетание позитивного психологического настроя, хорошего здоровья и материального благополучия. Проще говоря, человек живет с осознанием, что жизнь удалась. Богатство и благосостояние – не одно и то же. Когда мы представляем себе миллионера, то предполагаем, что у него должно быть много денег, и его семья ни в чем себе не отказывает. Получает лучшие медицинские услуги и образование, путешествует, покупает недвижимость и предметы роскоши. Но это не богатство, а лишь его атрибуты. Большая сумма денег – тоже не богатство. Авторы определяют его как коэффициент, который измеряет количество лет жизненных расходов, обеспеченных нашими сегодняшними сбережениями. Получается, что мера богатства – время, а не деньги. Предположим, что человек имеет накопление около полутора миллионов долларов. Они позволят ему прожить в достатке, не работая, около семидесяти лет, при условии строгого расчета ежемесячных трат и серьезных приобретений. Но что делать, если хорошее здоровье позволит прожить дольше? Получается, что он не обеспечил свою старость. Такой подход говорит о том, что не учтено главное – время. Да, какой-то период он будет миллионером, но для того, чтобы он мог считать себя состоятельным человеком, на закате жизни, нужно, чтобы деньги работали. Поэтому более эффективный путь – это инвестирование капитала, которое напрямую связано с временными факторами. Деньги – не самоцель. Многие считают, что деньги – это источник наслаждений и способ возвыситься над другими. Это не так. Материальный достаток открывает возможности для развития себя и своих близких. Есть несколько уровней потребностей. Реализация которых, по мнению авторов, трудно исполнима без денег. И чем выше поднимается человек по этой лестнице, тем больше его расходы. Физиологические потребности. В современном технологичном мире потребность в воде, пище, кислороде выливается в необходимость покупать качественные продукты питания, чистую воду, дома в экологически чистой зоне. Потребность в безопасности. Надежные средства передвижения, проживание в благополучном районе, качественная медицинская помощь, юридическая и психологическая поддержка обходятся людям недешево. Потребность в любви, принадлежность к выбранному кругу. Знаки внимания и заботы почти всегда требуют финансовых затрат, как и членство в клубах, встречи в ресторанах, охота, рыбалка и прочее. Потребность в признании, уважении. Стремление к известности художников, писателей, ученых. Это не желание славы, это потребность в признании заслуг. Но встречают по одежке, и мы тратимся на атрибуты успеха, модную одежду, передовые гаджеты и прочее. Познавательные потребности. Качественное образование, путешествия, экспедиции, профессиональное развитие. Все это стоит денег. Эстетические потребности. Все, что удовлетворяет нас в плане красоты и гармонии, приходится покупать. Услуги дизайнеров, архитекторов, косметологов, предметы искусства, комфортную мебель и прочее. Потребность в самоактуализации. Желание максимально раскрыть свой потенциал. Достижение высоких целей, развитие способностей и таланта сопряжено со значительными инвестициями в самого себя. Благосостояние и стереотипы Понимание, что достаток – это умение копить и инвестировать, ничего не дает, если нет мотивации к действию. Проблема – в негативном отношении к деньгам и финансовому успеху. Это порождает множество стереотипов, которые сводят стремление быть состоятельным к нулю. Нам всем знакомы эти выражения. Деньги портят человека. Богатый – значит вор. Не жили богато – нечего начинать. Такая философия выставляет обеспеченных людей нечестивыми грешниками, а бедных – бескорыстными праведниками. Хотя в жизни все далеко не так. Многие теряют достоинство и идут на преступления именно из-за бедности. И наоборот, известно немало историй, когда богатые люди тратят огромные средства на благотворительность, развитие науки и искусства. Негативные установки формировались в те времена и в таких условиях, когда личные усилия человека никак не могли повлиять на ситуацию. Узурпация власти монополистической верхушкой. Отсутствие социальных лифтов. Отъем результатов труда людей в пользу собственников. Религиозные убеждения в стиле «легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в царствие небесное». Подобные установки помогали нашим предкам избежать отчаяния, компенсировали долготерпение в тяжелой земной жизни. Но сегодня условия лучше, возможностей больше, поэтому зародилась и окрепла философия благосостояния. Ее позитивные установки совсем иные. Честно заработанное богатство – благо, молись и трудись, нищета унижает. Такая философия формируется под влиянием совсем других социальных факторов. Сильная экономика, основанная на свободном предпринимательстве. Общий высокий уровень жизни. Хорошее образование и доступная медицина. Признание состоятельных людей уважаемыми и достойными членами общества. «Важно осознать, что установки определяют наше поведение и финансовые стратегии. А они, в свою очередь, дают результаты, которые мы имеем». Так невеста поставила жениху условия – стабильно зарабатывать и получать больше нее хотя бы на рубль. Молодой человек считал себя свободным художником, подрабатывал фотографом и был возмущен таким угнетением своей творческой свободы. Его поддержали многие, обвиняя девушку в алчности. В итоге был вынесен вердикт – невесту бросить и заняться искусством. Радислав Гондопас предложил жениху представить, что его приглашают в США в проект великого фотографа, его кумира. Расходы только на дорогу. Но он не поедет. Он не найдет так быстро денег на билет и даже на самую дешевую гостиницу. Как выяснилось, условие невесты было важным, потому что деньги – это в первую очередь инструмент реализации наших потребностей. Социальные и культурные нормы – самые инертные вещи в мире. Поэтому нужно приложить некоторые усилия, чтобы избавиться от негативных стереотипов и сформировать новое мышление для построения своего благополучия. Как избавиться от негативных установок Для начала признайте, что проблема есть, и постарайтесь понять, какие именно стереотипы мешают лично вам. А затем действуйте. Займитесь своим окружением. Восстановите общение со знакомыми, которые добились благосостояния. Интересуйтесь их взглядами на жизнь, отношением к деньгам, историями успеха. Инициируйте опосредованное общение. Знакомьтесь в соцсетях и на форумах с теми, кто достиг финансовых высот. Читайте их книги и посты. Смотрите их видеоканалы и выступления. Многие из них охотно делятся своими кейсами. Настройте себя. Высокий уровень жизни – это достижение человека, а не наследство или собственность. Добиваясь благосостояния, мы формируем фундамент для поддержки как минимум наших близких. Используйте аффирмации в стиле «деньги улучшают мою жизнь». Благополучие открывает возможности и раскрывает таланты. Я горжусь тем, что самостоятельно создаю свое благополучие. Откуда берется благосостояние? В 21 веке материальное благосостояние стало основой человеческого существования и влияет на реализацию потребностей всех уровней. Даже базовые физиологические нужды больше зависят сегодня от активности человека в финансовой, а не природной среде. Капитал появляется в результате конкретных шагов и инструментов при четком соблюдении определенных правил. И первое из них заключается в следующем. Чтобы не быть бедным, не стоит тратить все, что заработано. Культура инвестирования В западном обществе, где культура инвестирования формировалась более 200 лет, тратить все сразу не принято. Вложение части семейного бюджета в ценные бумаги, доли в предприятиях, доходную недвижимость считается нормальным. Средства на инвестиции люди выделяют не по остаточному принципу, а наоборот по принципу предполагаемой важности. Суть подобных действий заключается во взаимовыгоде. Инвестор получает доход от инвестиций соразмерной успешности проекта, в который он вложился. Проект таким образом увеличивает свои шансы на успех. Чем больше вложений, тем существеннее его финансовая поддержка. Обычные люди не вникают в нюансы, но знают, что не стоит держать все яйца в одной корзине. Поэтому свои вложения обыватели доверяют квалифицированным финансовым консультантам, которые формируют для них инвестиционный портфель. Он сбалансирован так, что вложения приносят стабильную прибыль, вне зависимости от судьбы тех или иных ценных бумаг. Инвестиции с высокой долей риска, например, венчурные, это сферы деятельности профессиональных инвесторов, которые стремятся увеличить доходность в разы, а не на проценты. Существует категория биржевых игроков, которая имеет доступ к закрытой информации о ситуации на рынке, самым передовым технологиям и обладает неограниченными суммами денег. Пользуясь такими сомнительными преимуществами, они не брезгуют никакими средствами в погоне за максимальной прибылью, фактически грабя честных трейдеров и акционеров компаний. Инвестиции в достойную старость В развитой культуре инвестирования пенсионеры и люди, решившие больше не работать, продолжают инвестировать, но уже по другой схеме. В силу отсутствия возможности добавлять новый капитал к инвестициям, финансовая цель меняется с наращивания капитала на его сохранение. Теперь средства рассчитываются так, чтобы их хватило до конца жизни. Поэтому выбираются наименее рискованные инструменты. Да, в этой схеме доходность инвестиций падает, зато укрепляется их надежность и сохраняется рост. Это особенно важно, если другие источники дохода не предвидятся. Здесь главное правильно спрогнозировать свои будущие потребности и рассчитать ежегодные траты. Пассивный доход на пенсии должен быть как минимум аналогичным доходу до ухода на пенсию, а лучше – больше. Почему не стоит хранить деньги в сейфе? В результате череды финансово-экономических кризисов многие люди перестали доверять банкам и правительству в плане вкладов и инвестиций. На этом фоне одни стремятся перевести заработанное в то, что можно продать, автомобили, недвижимость, землю. Другие живут одним днем, тратя все на дорогие гаджеты, одежду и развлечения. Кто-то хранит накопление, что называется под матрасом. Но это недальновидно даже в твердых валютах – доллар, фунт, евро, иена. Деньги тоже имеют свою стоимость, так как напрямую зависят от фактора времени. С 2000 по 2018 год курс украинской гривны к доллару вырос с 5 до 28, то есть деньги обесценились на 460%. Если в этот период гривны хранились в банковской ячейке или сейфе, то они серьезно пострадали от девальвации. Но это не все. Темп годовой инфляции, рост цен на продукты и товары в тот же период составил в Украине в среднем около 13%. Получается, что стоимость гривны упала и под влиянием инфляции, уничтожая ее покупательскую способность ежедневно. То есть те люди, которые решились накапливать сбережения в национальной валюте, очень много потеряли. Проиграли и те, кто положил в сейф доллары, потому что они не были инвестированы. Деньги должны работать. А ячейки и сейфы существуют для хранения важных документов и ценностей другого порядка. В твердых валютах капитал защищен только от девальвации и инфляции. Инвестирование же позволяет увеличивать его объем постоянно. Дело в том, что вложения растут по экспоненте за счет сложного процента. И чем длительнее период инвестиции, тем значительнее результат. Абсолютно надежных инвестиций не существует. Современные механизмы инвестирования позволяют вкладывать деньги в проекты по всему миру. Безусловно, риски в этой сфере существуют. Но не победив страх, вряд ли получится выйти на новый уровень и повысить качество своей жизни. Процесс инвестирования – это трата своего времени и энергии ради лучшего будущего. И смелость инвестора играет здесь не последнюю роль. Чтобы избежать потерь, нужно повышать свою финансовую грамотность. Она позволит вам избежать мошеннических схем, пирамид, привлекательных предложений с высокой доходностью, ненадежных нефтяных фьючерсов и бинарных опционов. Не стоит рисковать и со спекулятивной тактикой – дейтрейдинг, которая предполагает ежедневную интенсивную игру на бирже. Самый эффективный способ увеличить капитал – купить и держать. Инвестируйте в долгую. Эта простая стратегия уже доказала свою надежность и давно признана самой успешной. Долгосрочное инвестирование сглаживает ошибки и стимулирует тех, кто считает себя невезучими. Стоит ли брать кредиты? Практика управления финансами показывает – тот, кто берет в долг, приобретает печали. Кредитные выплаты обременяют месячный бюджет, уменьшают сбережения и возможности наращивать капитал. Предположим, вы решили взять в кредит автомобиль. Да, вы сразу садитесь за руль, но ставите под угрозу возможность регулярно откладывать 15% своего заработка для инвестирования. Более того, проценты по кредиту автоматически увеличат стоимость автомобиля, который будет принадлежать не вам, а банку, пока не выплачен кредит. Чем длиннее срок кредита, тем больше он стоит. Например, квартира по ипотеке. И тем сильнее фактор времени работает против вас. Но бывают ситуации, когда взять в долг под проценты единственный выход в сложных обстоятельствах. Получится ли инвестировать в такой ситуации? Если кредитный процент выше, чем процент доходности по предполагаемым инвестициям, то сначала надо погасить кредит и только потом начинать инвестировать. Иначе вы все время будете в минусе. Но даже если кредитный процент ниже доходного, инвестируя и кредитуясь одновременно, мы удваиваем свои финансовые риски. Четыре шага к финансовому благополучию. Мотивация копить – слабый стимул, который со временем может превратиться в импульс, а затем исчезнуть вовсе. Нужно что-то более мощное, что будет укрепляться год от года. Поэтому финансовая стратегия должна быть направлена на социальную реализацию себя как личности. В этом случае шансы обрести высокое качество жизни и обеспеченную старость возрастают значительно. С чего начать? Шаг первый. Классифицируйте свои материальные потребности относительно целей, которых вы хотите достичь. Это поможет выявить самые уязвимые области и правильно распределить финансовые задачи. Используйте квадрат успешного финансового планирования, который позволяет быстро разложить цели по приоритетам и срокам. Важно срочно погасить долг, урезать расходы, создать подушку безопасности. Важно не срочно определить цели, инвестировать капитал, рассчитать риски. Неважно срочно Бесцельный шоппинг Спекулятивный трейдинг Взять кредит Неважно не срочно Покупка брендовых вещей Игра в казино Критически важные цели располагаются в квадранте номер 2 Важно не срочно В квадранте номер 1 Важно срочно Размещается то, что нужно сделать прежде чем приступить к выполнению задач второго квадранта. В третий и четвертый квадранты Неважно срочно и неважно не срочно Разносятся занятия и желания, которые следует минимизировать или исключить совсем. При формировании финансовых целей учитывайте степень очередности их достижения. Подушка финансовой безопасности Самая приоритетная цель Резерв для защиты себя и близких не инвестируется, а хранится на депозите в банке. При этом условия банковского договора должны позволять снять средства легко и быстро в нужный момент. Важные хотелки Под этим словом авторы подразумевают крупные приобретения в предстоящие 10 лет авто, дом, бизнес и прочее. Этот список всегда должен включать стоимость покупки и сроки ее осуществления. Формирование пенсионных сбережений Самая долгосрочная цель Этот капитал должен быть значительным, чтобы поддерживать вас пожизненно. При расчетах этой суммы нужно учитывать инфляцию. Шаг 2. Планируйте и распределяйте свой бюджет Этот навык придаст вам уверенности. Составление бюджета начинается с формулы «доходы минус расходы равно остаток». Остаток – это самая важная часть семейных денег, которой должен откладываться в сбережения. Чтобы планировать правильно, нужно провести финансовый самоанализ. Проанализировать личную финансовую ситуацию поможет матрица парных парадигм, которые отражают наше поведение при обращении с деньгами. Чтобы понять, как достичь финансовых целей, надо определить, где вы находитесь в этой матрице достатка сейчас. Баланс ее составляющих – это фундамент вашего будущего материального благосостояния. Парная парадигма Самодисциплина Транжирство Диапазон состояний От неукоснительного следования порядку и правилам, до неумеренных трат, влекущих ненужные расходы и разорения. Сбережение траты От стремления копить и сохранять средства до готовности жить в долг, идя на поводу у искушений. Инвестирование пассивность От регулярных вложений в проекты и ценные бумаги до пассивного хранения в кубышке из-за боязни оказаться в убытке. Самодисциплина нужна для эффективного использования семейного бюджета и сдерживание транжирства, что сохранит остаток для сбережений. Благодаря этому накопленное не исчезнет из затрат или пассивного хранения, а будет регулярно инвестироваться. Если вы установили в семье эти правила, соблюдайте их. Шаг третий. Возьмите контроль над собственной финансовой ситуацией. В управлении деньгами размер доходов не важен. Первостепенное значение имеет контроль над расходами и наличием остатка для накопления сбережений. Чтобы деньги были под контролем, займитесь ликвидацией своей финансовой безграмотности. Инвестиционный процесс всегда регулируется принципами и правилами. Благодаря этому инвесторы понимают, в какой системе координат они находятся, как себя вести и какую стратегию инвестирования выбирать. Основные константы инвестиционного процесса следующие. Повторяемость конкретных действий для достижения предсказуемого результата. Например, добиться доходности в 10% вне зависимости от событий на финансовых рынках. Прозрачность. Исключающие компрометирующие, провокационные или незаконные действия. Постоянный поиск интересных инвестиций. Тщательный анализ компаний и проектов, ценные бумаги которых вы собираетесь приобрести, поможет вам определить адекватность цены и рассчитать будущие дивиденды. Дисциплина. То есть четкое следование собственной финансовой стратегии и избегание азартных тактик и рискованных инструментов. По мнению авторов, к солидным, надежным и легально доступным для начинающего инвестора инструментом можно отнести портфельные инвестиции. Ценные бумаги, непрямые физические активы. Акции, облигации, услуги инвестиционных фондов. Последние позволяют вкладывать средства за границей в некоторые сектора экономики, добычу природных ресурсов, золото. Эффективные финансовые стратегии это покупка акций компаний с наибольшей капитализацией, вложения в твердые валюты и долгосрочные инвестиции. Шаг четвертый. Инвестируйте, сколько бы вы не зарабатывали. По мнению Фрэнсиса Бэкона, чтобы состояние не уменьшалось, не стоит тратить больше половины своего дохода, а чтобы его приумножить, не более трети. На самом деле, сегодня не все так страшно, как во времена Бэкона. Это 16 век. Довод, что невысокие заработки и отсутствие сбережений не позволяют инвестировать, несостоятелен. Сегодня достаточно откладывать в среднем 15% от своих доходов и инвестировать их в течение 25 лет. К концу этого периода человек накапливает такой капитал, который гарантирует ему безбедную жизнь, сколько бы он не прожил. К примеру, Мистер Икс зарабатывает 10 тысяч долларов в месяц, и все их тратят на жизнь. Мистер Игрик получает только тысячу, но строго расходует лишь 880. Да, качество жизни первого сейчас лучше, но в итоге состоятельнее окажется второй, потому что, в отличие от первого, он контролирует свои расходы. Благосостояние и внешние факторы. В матрице современных цивилизационных условий финансовое благополучие граждан и благосостояние страны в целом – взаимозависимые переменные. Чувствуем ли мы себя важными для государства? Считается ли элита с нашим мнением и потребностями? Это ключевые вопросы в плане формирования благосостояния. Отсутствие хорошего жилья, плохое образование, невозможность обеспечить свою старость вызывают у человека страх перед своей финансовой несостоятельностью. Этот стресс может быть сглажен системами поддержки, которые существуют в богатых западных странах, но усилен социальной неуверенностью в переходных экономиках, например, в СНГ. Экономическую активность людей стимулирует правомерность действий правительства, его забота о своих гражданах, наличие системы разделения власти, гарантия прав собственности и сохранности банковских вкладов, независимый суд и отсутствие произвола контролирующих органов, лояльная для предпринимателей налоговая политика, высокая вовлеченность населения в принятие политических и социальных решений. Такая социальная среда побуждает человека к решительным действиям для развития своего благосостояния. Освобожденное время и энергия направляются на получение необходимых навыков для бизнеса и управления финансами. Это в итоге приводит к получению хорошо оплачиваемой работы, успешному бизнесу или творческому признанию. Экономическую активность людей угнетает Политическое и экономическое неравноправие граждан Неприемлемый разрыв в доходах между бедными и богатыми Отсутствие качественной и недорогой медицины, хорошего образования Процветание коррупции и казнократства Несформированная культура предпринимательства Сильная зависимость населения от социальных льгот Когда у граждан есть возможность законным образом увеличить свое благосостояние, укрепляется и само государство Повышается уровень доходов и качество медицины Растет продолжительность жизни Укрепляются гарантии прав и свобод Растет доверие к власти Человеческое достоинство становится неотъемлемой ценностью Безусловно, высокие доходы счастья не обещают Но нищета очень мешает людям чувствовать себя счастливыми Десять лучших мыслей Человек чувствует себя гармонично, если сбалансирована работа и хобби, дружба и любовь, здоровье и благосостояние Благосостояние достигается, если сбалансирована самодисциплина и транжирство, сбережения и траты, инвестирование и пассивность Наши установки и стереотипы в отношении денег определяют наше поведение, финансовые стратегии и, как следствие, финансовые результаты, которые мы имеем Материальное благосостояние это прежде всего умение планировать свои финансы и правильно распределять семейный бюджет Остаток от регулярного заработка самая важная часть семейного бюджета Остаток – это база сбережений, которую нужно приумножать с помощью грамотного инвестирования Прежде чем инвестировать, надо определиться с финансовыми целями и хотелками Накопить финансовую подушку Рассчитать пенсионные сбережения Пожизненное обеспечение себя и своей семьи Самая долгосрочная финансовая цель, которая требует накопления приличного капитала Финансовая цель должна быть не только сформулирована, но и правильно рассчитана Квадрат финансового планирования позволяет быстро разложить цели по приоритетам и срокам Основные принципы надежного инвестирования Повторяемость конкретных действий Избегание азартных тактик и рискованных инструментов Всесторонний анализ перед покупкой и дисциплина Вложения растут по экспоненте за счет сложного процента, поэтому деньги должны работать, а ячейки и домашние сейфы предназначены для хранения важных документов и ценностей другого порядка Если кредитный процент выше, чем процент доходности по предполагаемым инвестициям, то сначала надо погасить кредит и только потом вкладываться в инвестиции Финансовая стратегия эффективна, если ее истинная цель ваша социальная реализация как личности, а не стремление накопить много денег Субтитры создавал DimaTorzok